коллеги я надеюсь что меня видно слышно что с качеством у нас все в порядке и поэтому мы можем начинать так просьба напишите видно или слышно я знаю как там плюсики поставки или 5 баллов неважно как она чтобы я был уверен что вы меня видите по поводу звука погромче кричать я не могу иначе распугаю всех и везде вот но у себя в телефонах и компьютерах звук добавляйте и тогда у вас все будет хорошо так ну что начинаем я сейчас смотрю опять таки информацию видно слышно хорошо хорошо друзья мои так с трансляцией все окей все замечательно так технические моменты мы сейчас еще улаживаем вижу 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 очень хорошо так вижу так так сейчас еще немножечко я все проверю и мы запускаем полноценную работу друзья немножко терпения все будет так вижу так ну что коллеги все я так понимаю что видно слышно много участников сегодня очень хорошо тема интересная тема важная полезная и необходимо в работе на мой взгляд любого риэлтора все замечательно вижу что люди подключаются же многие немного опаздывает но мы ждать никого не будем поскольку все-таки у нас тема сегодня важно итак начинаем часть я переключаюсь на демонстрацию так коллеги и так сегодня мы говорим о том как определять налоговые риски сделки сохранять активы клиенты и начать больше зарабатывать поскольку плохо солдат который не хочет стать генералом естественно плохо тут агент который не мечтает зарабатывать больше чем сейчас это естественно желание человека ничего постыдно в этом нет сегодня мы будем рассматривать изменения какие были последние по налогообложению очень интересные девятнадцатого года и двадцатого года также мы рассмотрим сегодня налоговые проверки как и за что наказывает инспекция какие тенденции в работе есть также мы сегодня немного поговорим о банкротстве и о том как риэлтору самому научиться определять риски сделки то есть считать налог вот так на раз два три кратко о себе кратко меня зовут вадим владимирович баранча живое в санкт-петербурге дипломированный юрист статус адвоката у меня с 2001 года в 97 году я начал работать налоговой инспекции в налоговой полиции после этого служил в аудиторских фирмах из 2001 года уже непосредственно в свободном плавании в качестве адвоката второе экономическое образование у меня есть грецы для души но в силу моей специализации налоговый как вы понимаете это очень важная и нужная вещь также мне есть юридическая фирма баранча и партнеры у нас штат сотрудников в питере мы сопровождаем бизнес но мое любимое дело это налоговые споры собственно сегодня мы об этом мы будем говорить просьба написать из какого вы города и сколько лет работаете в сфере недвижимости я сразу это в чате попросил сделать в начале но кто-то может быть час подключается поэтому напишите программа собственно вступительная часть которая уже идет и сейчас скоро закончится воду переливать из пустого в порожнее я не буду говорим о изменениях налоговом кодексе тенденциях в работе инспекции практика по делам о банкротстве и я вам расскажу как риэлтору самому научиться оценивать риски сделки в том числе вам дам очень полезный слайд в конце будет из четырех пунктов что вы должны определять для того чтобы понять не попадет ли клиент на налоги поэтому ждем вебинар для всех категорий агентов как для начинающих так и для опытных и в том числе для руководителей агентств недвижимости потому что часто руководители сами привлекают меня для того чтобы я в них проводил тренинги это очень штука нужна и полезная и внимание на презентацию в конце будет специальное предложение для стойких и целеустремленных не думайте его что я вам буду какую-нибудь там ерунду предлагать задорого дождитесь поверьте не пожалеете о потерянном или не потерянном времени время планово 90 минут ну как пойдет ну надеюсь уложиться может быть нет ответы на вопросы в конце вебинара будут сразу скажу не превращайте вебинар в бесплатную консультацию я отвечу на вопросы но только старайтесь все-таки задавать больше по теме а на ваше это же в конце буду отвечать поэтому по поводу записи попробуем сделать запись технический специалист должен это организовать но в скобочках как видите если получится надеюсь что получится до этого всегда получалось правила простые записывайте кстати возьмите пожалуйста кто не за рулем не с телефона возьмите ручку бумагу тетрадку и что-нибудь записывать и конспектируйте потому что а темы будут полезны живо трепещущий промат капитал тут же вопроса вон в чате меня постоянно много задают потому что тот кто пишет в мозг у него попадать намного больше ну и соответственно быть вежливыми это стандартное пожелание после вебинара вы узнаете о последних изменениях знать будете как готовиться к сделке на что обращать внимание и продавал ее в ноль не дороже цены покупки без прибыли думал что налогов не будет инспекция проверила и за три года надочислила ему налог ндфл а также ндс и пение штрафа на общую сумму 20 миллионов рублей сегодня вам расскажу почему она это сделала и как этого можно избежать пожалуйста это важная вещь потому что болезнь легче предупредить чем лечить моя любимая поговорка и сейчас у нас будут четко по изменениям слайды просьба напишите честно от себя на каком уровне вы оцениваете свои знания и навыки в налоговых вопросах только пожалуйста честно от одного до пяти вот как вы считаете насколько вы в этом разбираетесь просьба написать я буду посматривать естественно в чат смотреть как это движется у нас активность участников сегодня довольно много с разных регионов очень приятно вижу цифры пятерок пока нет но думаю что в общем то они должны появиться по крайней мере те кто у меня на курсе обучается у них все хорошо вот так коллеги один момент вижу 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 да спасибо я даже вижу по кто-то пришел к на вебинаре из тех кто был раньше на вебинарах я вижу даже есть и некоторые ученики мои очень приятно видеть итак поехали первое изменение которое у нас произошло в сентябре 2019 года но обращаю ваше внимание вот то что я сейчас буду рассказывать она распространяется на все сделки которые были в девятнадцатом году просто нужно понимать год конечно же уже прошел но тем не менее вы должны знать что если если был получен в дар объект недвижимости от какого-либо человека который не является близким родственникам и соответственно вы уплатили налог то когда вы будете объект продавать сумму с которой вы заплатили налог вы можете учесть в качестве расходов попробую еще раз более подробно если вы получили раньше как было раньше если вы получали объект заплатили налог когда дарение чужого человека вы платите налог потом когда вы объект продавали вы повторно по сути платили налог миллион у вас не облагался по квартире или 250 по нежилому фонду остальное у вас облагалась налогами сейчас появилось это правило в статье 220 все что я говорю по вычетам по расходной части это все 220 статья налогового кодекса наша любимая называется имущественные налоговые вычеты пример если кадастровая стоимость обратите внимание на презентацию если кадастровая стоимость у вас была подаренного вам объекта 5 миллионов рублей вы заплатили с него 13 процентов то бишь 650 тысяч налога через год не выдержав срока продаете за 7 миллионов то получается доходом у вас является 7 а расходом будет та кадастровая стоимость с которой вы платили налог при дарении то бишь 5 миллионов рублей и получается что 7 минус 2 2 миллиона с которых платится 13 процентный налог 260 тысяч рублей напоминаю всем что все что говорится о расходной части и вычетах касается только резидентов я думаю что все мы помним что резиденты это не граждане России а те кто живет на территории нашей Родины в течение 183 дней больше в том календарном году когда продавался объект и был получен доход я думаю что все это помнят вот вижу вопрос дарения или наследство тоже не спешите сейчас я вам все расскажу часто задают вопросы на следующем слайде видят ответ надеюсь что вот здесь более менее понятно если чужого человека вы получили по дарению платите налог и сумма с которой налог был уплачен является вашей расходной частью далее те случаи когда налог не платится либо это получение от близких родственников в этой ситуации налог вы не платите либо у вас идет наследование не важно от близкого или от не близкого это все сроки владения мы сейчас не рассматриваем мы говорим именно о том есть ли налог при дарении от близкого его нет при наследовании любом налога у нас конечно же нет так вот если вам подарил близкий родственник налога вы не платите либо вы получили по наследству и продаете меньше предельного срока трехпятилетнего в зависимости от ситуации то при продаже объекта вы можете либо миллион рублей не облагать по жилому фонду или 250 по нежилому фонду но с девятнадцатого года появилось право в качестве расходов взять внимание ту сумму за которую ваш наследодатель или даритель близкий родственник когда-то этот объект покупал в переводе на русский если вам бабушка подарила квартиру близкий родственник налог вы не платите вы через полгода эту квартиру или через год-два продаете у вас лично расходной части нет но есть расходная часть у вашей бабушки и если она вам даст документы подтверждающие что она эту квартиру покупала то вот эта сумма будет вашей расходной частью как будто бы вы это купили напишите пожалуйста понятен ли этот случай или нет напишите пожалуйста в чате чтобы я понимал разобрались в том случае если ваш даритель или наследодатель получил недвижимость без возмезд но ребят вопрос даже такой ставиться не должен быть конечно же расходов у него нет значит необлагаемый миллион по жилому фонду либо 250 по нежилому вот такая ситуация действует это все по доходам полученным начиная с 1 января 2019 года хотя это появилось в сентябре но распространялось это все на весь 19-й год ну и на 20-й естественно тоже вижу что всем понятно замечательно отлично друзья мои движемся дальше внимание на экран расходы при материнском капитале обратите внимание что написано у меня семнадцатый девятнадцатый год что это означает это означает что появилось это правило сейчас я его расшифрую в девятнадцатом году так же в сентябре изменения были в сентябре девятнадцатого года но распространяется это на девятнадцатый год восемнадцатый и даже семнадцатый поэтому если у вас у кого-то была сделка восемнадцатый восемнадцатый девятнадцатый год по которой вы считали что надо платить налог при продаже детских долей ну вообще выделенных не важно детские или там супругу если выделено было вот в этой ситуации можно подать уточненку за семнадцатый год если хотите там за восемнадцатый и пересчитать налог такое право есть в чем же выражается эти изменения заключаются они в том что при продаже доли в квартире приобретенной с маткапиталом если потом доли выделялись то расходы могут применить не только те кто купил мама с маткапиталом примеру или мама с папой маткапитал но и дети которым выделялись доли но расход идет пропорционально долям сейчас я на следующем слайде вам это расскажу с двумя примерами до и после вот как было до изменения внимание на презентацию коллеги если родители условно купили за пять миллионов рублей квартиру в том числе четыреста пятьдесят тысяч маткапитал я написал цифру для красоты проще так будет через год они продали по одному договору не продам а по одному договору за семь миллионов доход каждого ребенка будет семьсот тысяч рублей потому что детям выделено по одной десятой от семи семи миллионов одна десятая это семьсот тысяч доход расходы детки не несли повторяюсь это как было до изменения расходы детки не несли и поэтому миллион рублей не облагаемым умножался на их долю одну десятую поэтому семьсот тысяч доход каждого ребенка одна десятая от миллиона это сто тысяч не облагаемых семьсот минус сто получается шестьсот тысяч с которой каждый ребенок должен был платить налог тринадцать процентов внизу подчеркнутая сумма семьдесят восемь тысяч рублей что происходит сейчас после изменений то же самое но обратите внимание внизу цифра красненькая от семисот тысяч мы отнимаем не сто тысяч рублей одну десятую от миллиона а пятьсот тысяч рублей одну десятую от пяти миллионов то есть расходы на покупку пять миллионов рублей и поэтому дети имеют право на эту часть расходов пропорционально своей доле то есть пятьсот тысяч каждому ребеночку не облагается в итоге семьсот минус пятьсот не облагаемых умножаем на тринадцать процентов двадцать шесть тысяч рублей чувствуете разницу да было семьдесят восемь а теперь стало двадцать шесть вот собственно в чем суть этих изменений я сейчас посмотрю в чате так вопрос подтверждение ли расписка обязательно по покупке бабушки да друзья мои все расходы это естественно должны все знать как отче наш все расходы подтверждаются документально если в договоре написано что расходы произведены перед подписанием договора и внизу стоит подпись продавец покупатель то этот документ заменяет расписку по этому поводу даже минфин высказывался где-то в закрытой группе для учеников по-моему выкладывал даже это письмо честно память не помню но в любом случае если в договоре написано что расходы произведены до подписания то можно без расписки если написано что расходы после подписания или после регистрации или после акта передачи квартиры в этой ситуации расписка обязательно и если бабушка вам отдала договор который вам подарила но не дала расписки то до свидания без финансового подтверждения расходная часть не принимается вот так следующий момент основные изменения 19 года они в принципе появились то у нас еще с 1 января давно с 1 января 19 но многие все равно немножечко здесь путаются льготный срок владения 3-5 летние я понимаю что многие знают но все-таки надо освежить раньше их применяли только резиденты а при продаже объектов начиная с 1 января 19 года если льготный срок 3 или 5 летний вышел то без налога объект могут продать также и нерезиденты причем независимо от того когда объект покупался если продажа шла после 1 января 19 года то льготный срок стал возможный для нерезидентов поэтому мы его можем сейчас тоже применять но налоговый вычет обращаю ваше внимание миллион рублей или 250 тысяч либо расходы у нерезидента как отсутствовали так и отсутствуют то есть не применяются у нерезидента только льготный срок все остальное как раньше было давно-давно и ставка 30 процентов и никаких расходов и вычетов не положено только льготный срок и еще какие были изменения в 19 году тоже важный момент многие его знают но напоминаю льготный срок владения для имущества которое используется в предпринимательской деятельности раньше был полный запрет если вы квартиру сдавали и налоговый об этом узнает то в этой ситуации если вас по итогам проверки приравняют к предпринимателю сегодня я об этом буду рассказывать обязательно если вас приравняют предпринимателю фактическому то в этой ситуации раньше льготный срок был не положен с 19 года исключили из запрета жилые помещения дачи садовые домики и транспортные средства ну если быть точным сейчас называется не дачи садовые домики а садовый дом и поэтому если сдавались в аренду эти объекты то льготный срок все равно можно будет применять то есть если вы жилье сдавали в аренду все хорошо а если вы нежилой фонд сдавали в аренду в этой ситуации у вас даже если льготный срок вышел и налоговая смогла доказать что вы использовали предпринимательской деятельности независимо от вашей регистрации де-факто в этой ситуации льготный срок по нежилому фонду не работает просьба помнить об этом но больше заострять на девятнадцатом году я ваше внимание не буду сейчас поговорим о важных изменениях которые были по 2020 году которые начали работать с двадцатого года сейчас на секундочку я загляну в чат при продаже к коммерческой недвижимости от какой суммы производит так друзья вопросы конкретные по не связаны с тем что я сказал я обязательно отвечу но в конце чтобы не перескакивать так что у нас двадцатый год ну всем известная но многие немножечко путаются льготный срок у нас по общему правилу пять лет три года у нас освежаем в памяти это наследование от близкого родственника или дарение от близкого родственника приватизации и пожизненное содержание сождевением не рента а именно пожизненное содержание сождевением эти четыре случая были у нас в законе сейчас добавился пятый единственное жилье если начиная с двадцатого года неважно когда был куплен объект неважно если продажа была начиная с первого января двадцатого года и позднее и на момент продажи перехода права собственности на продаваемый обчуждаемый объект у продавца не было в собственности другого жилья это же квартира жилой дом или доли в нем включая совместную собственность супругов в этой ситуации срок у нас не пятилетний а трехлетний ну конечно если вы унаследовали от бабушки он в принципе и был трехлетний но если вы объект покупали если он у вас единственный то три года если он у вас не единственный то пять лет но здесь внимание на экран есть очень важный момент про 90 дней если другое жилое помещение было приобретено в течение 90 дней до продажи то все равно проданный объект считается единственным то есть если вы сначала обычно как человек по общему правилу он продает что-то ненужное потом покупает что-то ненужное то есть единственное жилье он продал потом другое купил все понятно а если он сначала купил например с помощью ипотеки или там за не важно как он сначала купил а потом продал так вот если между покупкой нового объекта и продажей старого пройдет менее 90 дней продажи имеется ввиду регистрация прекращения вашего права на продаваемый объект если меньше 90 дней то несмотря на то что в момент продажи у вас было еще одно жилье вот свеженькое купленное все равно продаваемая квартира будет считаться единственной поскольку между покупкой новой и продажей старой прошло менее 90 дней коллеги напишите пожалуйста в чате про 90 дней понятно или нет сразу скажу по поводу детей есть у детей жилье или нет к вам отношения не имеет смотрится продавец если например у мужа три квартиры а у жены одна и жена совместно например с мужем и жена продает эту квартиру у нее других нет объектов потому что у мужа есть квартиры например добрачные какие-то в этой ситуации конечно же смотрится что единственное жилье по супруге будут ли отслеживать факт того что титульный собственник муж а продается например жена продает квартиру она у нее единственная но есть еще у мужа наформленная на мужа квартира но купленная в браке формально она считается совместной но каким образом отслеживать будет совместное или несовместное загадка века потому что они могут подписать брачный договор со словами что это титульная квартира на мужа является не совместной а лично собственностью мужа в этой ситуации жена к отношения к этому не имеет поэтому совместная собственность это смотрим совместная собственность супруга должна быть оформлена квартира в общую совместную если у женщины один объект она продает и у нее есть еще с мужем совместная собственность в этой ситуации это квартира не единственная а в том случае если у нее ничего нет то срок 3 года обращаю внимание многие забывают что при приватизации когда-то у папы с мамой в квартире имели маленькую дольку если вы продаете единственное жилье но у вас есть где-то долька в жилом помещении то к сожалению ваша квартира не является единственной вот и еще один важный момент аналогичное правило о сроке владения 3 года действует для земельного участка на котором расположено единственное жилье то есть дом ну к примеру купили вы земельный участок с расположенным на нем домом это разные объекты потом вы дом продаете вместе с землей естественно если вы на момент продажи дома не имели в собственности какого-то другого жилья то у вас этот дом является единственным жилым помещением и срок по нему не пятилетний а трехлетний а земельный участок это ж не жилье не жилье но если на нем расположен единственный дом единственное жилье для налогоплательщика то срок также по участку этому будет 3 года если на нем расположен этот единственный жилой дом вот такая ситуация так ответы вопросы в чате вижу буду отвечать на конкретные вопросы немножечко позже так хотя вот вы знаете немного отвечу значит если несколько долевок это все не единственное жилье значит смотрите хороший вопрос артем если у вас долевки и если они у вас собственность не оформлены то жилья у вас нет у вас права требования это недвижимость зарегистрирована в р.с. реестре поэтому если у вас собственность 1 квартира еще десяток в долевки плотство продавая эту единственную квартиру она считается единственный жилье потому что в долевке собственность у вас еще не получено и по акту от застройщика объект не передан. Вы можете переуступить потом по цессии вашу долевку и, соответственно, никогда собственником помещения вы не станете. Поэтому долевка и себесобственности, это не считается жильем. Так, если квартира у родителей более 3-5 лет, а у детей после использования маткапитала выделенной доли менее 3 лет, как исчисляется налог? Оксана, хороший вопрос, но, собственно, я это рассказал. У родителей налога не будет, а у детей будет продажа их доли, это доход. А расходом будет стоимость покупки объекта, умноженная на их дольку. Вот и все. Так же, как в примере было, если покупали за 5 миллионов, то 1 десятую от 5 миллионов 500 тысяч, это расходная часть каждого ребенка. Это касается нерезидентов, непонятно, что имеется в виду. Если про срок владения, Игорь спрашивает, если срок владения, я это сказал вначале, он распространяется и на резидентов, и на нерезидентов. А вот расходы вычеты им от капитал-дарения, это все для нерезидентов не работает. Расходная часть вычеты только в резидентов. Так, Марина, если сначала продать маленькую долю в квартире, а потом большую квартиру, то она будет считаться единственной, или 90 дней ждать. Смотрите, если вы маленькую долю продали, это не единственная. А когда потом большую продаете, если на момент продажи у вас нет другого жилья, то это будет квартира большая, единственная. Ждать 90 дней не надо. 90 дней, когда вы купили новую, у вас ничего не было, была одна квартира. Вы купили новую, и старую продали. Вот если за 90 дней успеете старую продать, старая считается единственной, хотя на момент ее продажи у вас же вторая была, новая. Но все равно старая будет считаться единственной, если в 90 дней уложитесь. В вашем случае это совсем другая. Ольга спрашивает, 90 дней с момента регистрации или подписания договора? С момента регистрации. Если дети после выделения долей 3 года подождут, и у них это единственное жилье, будет ли это без налога? Да, Анна, это будет без налога. Конечно же, естественно. Надеюсь, здесь понятно. Передвигаемся плавно в следующие изменения. Также 20-го года они начали работать в 20-м году у нас. Кадастровая стоимость. Любимое наше правило 70% кадастров. Как было раньше? Раньше 70% кадастров бралось только на 1 января того года, когда происходила продажа и регистрация права собственности, отчуждения. Если, например, новый объект был в 2019 году введен в эксплуатацию в середине года на 1 января была кадастровая стоимость, не было. Дом построили, застройщик его зарегистрировал, передал по акту, человек получил собственность в течение года, не в начале. Потом он до конца этого года продает объект. И получается, что правило 70% кадастро в 2019 году вообще не работало. Потому что на 1 января 2019 года кадастровая стоимость по объекту отсутствовала. Он же был введен в эксплуатацию в середине года застройщикам. То есть такая лазейка была для новостроек. Сразу скажу, это не по переуступкам. При переуступкам правило 70% кадастро, оно вообще не работает. И вычета необлагаемого миллиона нету по переуступкам. Только расходная часть. И только для резидентов. Что поменялось у нас в 2020 году? Теперь берется кадастровая стоимость 70% для определения доходной части не только на 1 января, но и на дату постановки на учет для новых объектов. То есть на 1 января собственности не было, и кадастровая стоимость отсутствовала. Но в середине года объект появился, его поставили на учет. Это может быть строительство дома, частного. Это может быть объединение, например, квартир в одну с присвоением нового кадастрового номера. Новый объект? Новый объект. На момент 1 января была кадастровая стоимость, нового объекта не была, потому что он еще не существовал как объединенный, правильно? Но тогда берется кадастровая стоимость для 70% для этого правила на дату постановки на кадастровый учет. Я очень надеюсь, что все подписаны на мой YouTube канал, где есть коротенькое видео про правило 70% кадастро. Многие немножечко путались раньше, после просмотров многие стали разбираться лучше. Рекомендуем. Ну, так, сейчас перед самозанятыми. Напишите, пожалуйста, по этому вопросу, есть ли какие-то сложности или непонятные вещи. Я пока посмотрю в чат. Так, дом на земельном участке, статус участка ИЖС, СНТ, неважно. Понимаете, в чем дело? Как правило, если у вас СНТ, то у вас не будет жилой дом. Я знаю, сейчас это делают. В законе не написано про статус. Поэтому нужно ждать какой-то судебной практики по этому поводу. В законе написано земельный участок, на котором расположен жилой дом. Не написано ИЖС. Так. Если доли выделили 3 года назад, тогда да, понятно, статус. Так, вижу. Про налог при продаже по уступке. Значит, смотрите, по уступке, сразу скажу, по уступке все очень просто. Когда идет сессия, в долевке, конечно же, когда идет сессия, переуступка прав требования, вы получаете от нового дочка сумму. Это ваш доход. Ее уменьшать на миллион необлагаемо нельзя. Ее можно уменьшать на расходную часть. Вы же когда-то в долевке, когда покупали, застройщику деньги вносили. Вот эта сумма, которую вы заплатили первоначально, это расход. То, что вы получили, это ваш доход. С разницей платится 13%. Если были другие покупки, это другая история. Покупные вычеты, сейчас я не буду об этом говорить, хотя люблю эту тему очень. То есть доход минус расход, с разницей платите 13%. Если вы резидент, а если у нас гражданин Казахстана имеет стройку, например, в России, даже хоть и гражданин России, но живет в Таиланде, к примеру, сейчас это модно стало. Вот. Если он переуступает, но живет за границей, он не резидент. Со всей стоимости, полученной от нового дольщика, он платит 13%, извиняюсь, 30%. И никакой расходной части. То есть, все очень просто. Доход минус расход для резидентов. Либо со всей суммы платит не резидент. Вот такая история. Поэтому здесь больше что-то пояснять не нужно. Если что-то не ясно, пишите в чате, я отвечу. Так. Меняется ли кадастровая стоимость в конце года и тогда налог? Пишите четче, что значит тогда налог. Может налог, может не налог. Кадастровая стоимость берется либо на начало года, на 1 января, либо на дату постановки для новых объектов. Если что-то менялось в конце, то это имеет значение при продаже в следующем году. Если вы продаете в этом году, смотрится на начало года, а если объект новенький, то на дату постановки на учет. В течение года какие-то изменения потом были, слава богу, это вас в этом году не касается. А если не успели продать в этом году, тогда в следующем будете учитывать новую. Так. Я вижу, что уже пошли конкретные вопросы. Как отслеживаться со стороны налоговой переуступки? Отслеживаются. Если регистрация переуступки, если регистрация права требования по 214 в Росреестре была, произошла переуступка, регистрация на нового дочка идет в Росреестре, информация выгружается в налоговую инспекцию. Все, что происходит в отношении недвижимости или прав требования подалевки в Росреестре, все автоматически выгружается в налоговую инспекцию. Надеюсь, что никто не узнает, можете знать. Так. Как доказать, что не резидент это проблема налоговой инспекции? Это должна она доказать. Запрашивает в пограничной службе налоговую информацию, им выдают, когда вы приехали и уехали, они складывают количество дней нахождения в России и определяют резидент вы или не резидент. Хоть в Таиланде, хоть где. Гражданство, повторюсь, и прописка значения не имеет. Только фактическое нахождение. Наталья спрашивает, если потом при продаже по уступке купил новую квартиру, как налог считается? Все зависит от того, использовался ли вычет, какая сумма и так далее. Я вам без цифр ничего рассказывать не буду. Прошу на меня не обижаться. Потому что другие будут слушать и скажут, елки-палки, он отвлекается. Так. Двигаемся дальше. Расширена территория действия режима налог на профессиональный доход. Самозанятые. В девятнадцатом году, когда начался эксперимент, был только лишь Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Четыре региона были. В двадцатом году расширилось действие. Вот. Очень большой перечень, я его перечислять не буду. Заходите в интернет, смотрите. И в группе я публикую, в чатах, то есть это не проблема. Вот. Я знаю точно, что Питер добавили, поэтому мне этот режим не нужен, он для меня не подходит. Но для многих граждан он подходит. Почему я сюда это сказал? Самозанятые, это тема отдельного вебинара, так же, как банкротство, большая тема вебинара отдельного. Про банкротство сегодня я все равно расскажу. Коммерция, это вообще отдельная тема, длительная, интересная. Скажу немножечко в двух словах по самозанятым, то, что касается вас, риелторов. Ну, во-первых, выручка до 2 миллионов 400 в год, не 200 тысяч в месяц, а 2 400 в год, годовая. Нельзя нанимать работников, это ограничение. И нельзя работать на основе договоров поручения, договоров комиссии, либо агентских договоров. Поэтому, если многие риелторы говорят, еще раньше мне говорили, в 19-м году говорили, а вот если мы, ну, из тех регионов, которые работали в 19-м году, они говорят, а если мы пишем, у нас нет акведов агентских, если мы пишем консультационные услуги и так далее, это же не поручение комиссии, либо агентский договор, на что я всегда отвечаю. Это мое мнение, вам решать, рисковать или нет. Когда человек, агент, получает доверенность и по этой доверенности в интересах своего клиента совершает какие-то действия, собирает документы, что-то пишет, подает заявление и так далее. Как это называется? Как называется вообще работа по доверенности одного человека в интересах другого? Открою вам страшную тайну, это называется договор поручения. И тот факт, что у вас не был оформлен договор поручения в виде отдельного документа, но была доверенность, был консультационный договор, была доверенность, а потом были оплачены деньги. 50 на 50. Налоговая может посчитать это договором поручения, а может не посчитать. Поэтому, если вы хотите стать самозанятым и оказывать консультационные услуги, не как агент, не агентский договор, ничего, просто консультации, за ручку водить, показы, там, консультировать, как документы собирать, консультировать, какой объект лучше выбрать, рассказывать, чем сталинский дом лучше хрущевки и так далее, в принципе, теоретически, можно это попробовать сделать. Но, я вас предупредил, эта фраза из закона о налоге на профессиональный доход. Закон о самозанятых не существует. Называется налог на профессиональный доход. Ну, просто самозанятые, это в обиходе. Просто знайте, пожалуйста. И еще какие ограничения? При продаже недвижимости он не работает. Даже если меньше, чем 2400 вы продали объект, то все равно закон о самозанятых он не работает. И еще он не применяется при аренде нежилой недвижимости. По жилью можно. Если вы сдаете свою квартиру жилую, вы можете зарегистрироваться как самозанятый. И если ваш доход за год не превысит 2 миллиона 400 тысяч рублей, ну, например, меньше 200 тысяч месяц аренда у вас усреднена, в этой ситуации вы можете применять этот режим. И не применяется при доверительном управлении. Сразу обращаю ваше внимание, когда вы по доверенности сдаете квартиру, это недоверительное управление. Доверительное управление это отдельный договор до 5 лет с регистрацией в Росреестре, с отдельным балансом, с отчетностью, с НДС и так далее. Это очень долгая история. У меня, кстати, есть, если кто-то из учеников пакета профи сейчас у меня есть в чате, они знают, что есть такой у меня отдельный модуль на курсе по доверительному. не суть. По поводу аренды понятно. Если у вас жилое помещение сдается, вы можете использовать режим налога для самозанятых. Какие условия применения? Если вы получаете деньги от физических лиц, ставка у вас 4%, если вы получаете деньги за услуги, как самозанятые, от ИПшников, индивидуальных предпринимателей, либо от юридических лиц, 6% у вас налог. В чем отличие от ИПшника? Если вы как самозанятые регистрируетесь, вы не платите фиксированный взнос 40 тысяч рублей в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования. Кто предприниматель, те знают, о чем я говорю. Только 4% от физиков или 6% от юриков. Очень удобно. Регистрация происходит либо на личном кабинете Федеральной налоговой службы, либо через портал госуслуг, но проще с помощью приложения. Вы на телефоне скачиваете приложение «Мой налог». Фотографируете себя, паспорт, заполняете данные, посылаете заявку электронно, вас регистрируют и после этого ваша задача только полученные деньги, как на личный, так и без налогов, полученные, например, на карточку. Указывать непосредственно в этом приложении. Налоговая сама раз в месяц будет считать ваш налог, присылать вам сумму, вы с помощью телефона и смартфона оплачиваете раз в месяц этот налог и все. Никакой отчетности, никакой онлайн-кассы, ничего. Все классно и хорошо. Вот, поэтому, если вы уверены, что для вас этот момент подходит и ваш регион подпадает под этот режим, в этой ситуации, конечно же, все хорошо, можно пробовать. Но, обращаю внимание, по сдаче в аренду нежилого фонда этот режим не работает. Напишите, пожалуйста, так, вопросы в чате. Можно ли доверительность заменить субарендой? Конечно, можно. Сдача жилья сейчас при обязательном онлайн-кассе? Нет. Если у вас ИП, и вы сдаете свое жилье, ИП, свое жилье, то без кассы можно вообще. Если самозаняты, там, в принципе, кассы не работают. Так, Алена спрашивает, подскажите, если пенсионер сдает в аренду жилую квартиру, может ли он зарегистрироваться как самозанятый? Конечно. Пенсионер тоже человек, у него нет никаких ограничений. Без проблем. Может зарегистрироваться как самозанятые? Так, вопросов пока нет. По поводу упрощенки, значит, смотрите, если вы на упрощенке ИП, хотите стать самозанятым, вы можете, будучи ИП, не просто как гражданин, а будучи ИП, зарегистрироваться в качестве самозанятого. Вот, в этой ситуации, так, сейчас, секундочку, что-то я сместился. В этой ситуации вы можете перейти на режим самозанятых, но тогда должны после перехода в течение месяца отказаться от упрощенки. Если вы перешли на режим самозанятых, когда вы, например, получаете от физиков, вам хочется платить 4% налог вместо 6% по упрощенке. Так вот, если вы ИП с упрощенкой перешли на режим для самозанятых, но забыли отказаться от упрощенки, то самозанятых вас скидывают автоматически. Нельзя совмещать упрощенку и самозанятость. Перешли на самозанятых, будь добры отказаться от упрощенки. Так Налог Резидент Если не резидент дарит объект маме резиденту Продает мама какой налог Налога при дарении у мамы нет А продажи без налога только через 3 года У мамы налога нет Когда мама будет продавать У нее либо необлагаемый миллион Либо расходная часть Если ваш не резидент когда-то эту квартиру покупал Александр, просьба Все писать с цифрами и датами Мне легче будет ответить И другим участникам вебинара будет интереснее Ну что ж перемещаемся дальше К следующим моментам А так вопрос При налоге на профессиональный доход Нужно зарегистрироваться на 20-й год Нужно заново на 20-й год Какую декларацию подавать Если в 19-м перешли на НПД в феврале Михаил не совсем понимаю Перешли Если вы в 19-м пошли Стали самозанятым Не будучи ИПшником Как физлицо То декларации никаких вы не подаете И соответственно Заново регистрируется вам не нужно Все зарегистрировались Повторно каждый год не надо Патент Каждый год надо получать Патент Я сейчас про него не рассказываю Я сам им пользуюсь По поводу стажа Стажа с точки зрения пенсионных взносов Не будет поскольку самозанятый не платит Пенсионные взносы Стаж именно исчисления Простите бога ради Я не занимаюсь пенсионными вопросами Вот Но могу сказать что Самозанятый не платит страховые взносы Но он может это сделать добровольно Если захочет Если он захочет и будет платить эти взносы Тогда со стажем все будет у него классно Елена спрашивает Может ли риэлтор быть самозанятым Я уже в принципе отвечал Теоретически нормальный правильный риэлтор Работающий по доверенности На основании договора поручения Либо агентского Конечно же не может Но если это будет договор консультационный И никто об этом не узнает Из налоговой инспекции Я вам конечно этого не советую Но на вашу ответственность То в принципе если это показывать Именно как консультационные услуги И правильно оформить договор консультационный Где не будет сказано Что вы в его интересах Делаете, подаете А именно будут консультации В этой ситуации самозанятым может быть Елена спрашивает Если нет дохода один месяц Будет ли налог Елена самозанятый Как и упрощенец Платит налог От фактически полученных денег Если денег ноль То 4% от нуля Как мы помним математику Равно нулю Ничего не будет Так При работе в ООО Можно еще самозанятым Зарегистрироваться при сдаче в аренду Да, Ирина, можно Не проблема Единственное ограничение Вы не можете быть самозанятым И оказывать услуги Своему работодателю А также не можете оказывать услуги Работодателю У которого вы работали В пределах двух лет До того, как стали самозанятым Для чего это сделано? Чтобы все не начали Увольнять сотрудников И оформлять их самозанятыми Для экономии на налогах Вот это ограничение есть Я его сегодня не рассказывал Поскольку все-таки речь о риелторах А риелторы, как правило У нас лица самостоятельные Не работающие Так В расходах Как правильно написать Какие расходы? Михаил Расходная часть Не учитывается При налоге на профессиональный доход Только доход С него платится 6 либо 4% И все Если вы имеете ввиду Для вашего заказчика Как указать То, конечно же Юридические Или консультационные Потому что Риелторские услуги И в законе И в гражданском кодексе Не существует И если вчитается в договоре И увидит признаки Агентского договора Или признаки поручения То инспекция вас скинет С самозанятого режима Вот Практики войны не было Но тем не менее Так Опять-таки Апартаменты Это не жилой фонд И самозанятость Не подойдет Да, к сожалению Не подойдет Еще в июне 18-го года 15-го июня Был законопроект О внесении изменений В жилищный кодекс Я, по крайней мере Пока Не увидел Чтобы он был Как-то двигался дальше Поэтому По апартаментам Это не жилой фонд Самозанятый Не пройдет Наталья Как посчитать налог Купил долевка за 2 Продал по уступке за 3 И потом купил Я рад, что купил 2 минус 3 Это миллион Если была покупка В пределах 2 миллионов рублей То этот миллион Можно уменьшить На покупную цену При условии резиденции Это Наталья Давайте эти вопросы в конце С подробными цифрами Так Анастасия спрашивает Если я принимаю платежи От физлиц За аренду Жилых помещений А затем Пересылаю сумму аренды За вычетом своей комиссии Собственника Мне декларировать Как самозанятый Надо размер своей комиссии Ну смотрите Анастасия В вашем вопросе Уже в принципе Есть ответ Вы в принципе Работаете по договору Комиссии Поручения Либо агентскому Детали не важны Как самозанятые Вы можете Конечно же Если вы получаете деньги Удерживаете комиссию Перечисляете Вашему доверителю Либо принципалу Либо комитенту Смотря какой у вас Тип отношений Самозанятые Вы не можете применять Ну конечно Если вы не будете Рассказывать Налоговой инспекции Но Она может Вашу выписку По счету Взять И увидеть Что вы получаете Например Каждый месяц 100 тысяч А в приложении Мой налог Как самозанятый Показываете 10 тысяч Вашу комиссию И на основании Анализа выписки Они поймут Что вы принимаете Деньги Удерживаете Своё вознаграждение Перечисляете Собственнику Всё остальное И посчитают Что вы работаете По договору Комиссии Агентскому Либо поручению И Как самозанятый У вас может быть Проблема Сразу скажу Так Если купил Потом За 3 миллиона Снова квартиру Наталья Если вы купили Квартиру Не использовали И раньше Вычета У вас не было Тогда Вы можете Свой доход Уменьшить На стоимость Покупки В пределах 2 миллионов рублей Давайте так Не буду отвечать На такие вопросы Сейчас Иначе Все начнут Отключаться Так Всё Дальше На эти все вопросы Я буду отвечать Позднее Следующее Изменение Которые появились У нас в 20-м году Особенности Определения Налоговой базы Исчисления Уплаты налога По доходам Полученным От продажи Недвижимого имущества Испекция сама Будет исчислять Вам налоги Уважаемые продавцы Недвижимости Сразу скажу Если продажа Идет Больше предельного Срока И вы имеете Право Не платить налог Поскольку срок Прошел Прошел В этой ситуации У вас Нет Налогооблагаемой базы И нет Обязанности Подавать Декларацию Запоминаю Поэтому Все то Что я рассказываю Касается Продажи Менее Предельного Срока Итак Внимание На слайд Цена сделки Будет определяться На основании Выгрузки Росреестра Почему Потому что Вы же декларацию Не подали Налогоинспекция Берет информацию Из Росреестра Если цена Налоговая Неизвестна Не знаю Какие случаи Бывают Но так написано В статье Если неизвестна Цена продажи То налоговая Берет кадастровую стоимость Умножает ее На 0,7 И считается Что это Ваша цена Продажи объекта В том случае Если продажа Идет доли Вы же в договоре Можете написать Что Например 50 на 50 Но одному больше А другому меньше Понятно Для чего это делается Когда у одного Срок истек А у другого Уже еще не истек Так вот Если вы подаете Декларацию Все понятно Будут цены Браться Из вашего Договора Из вашей декларации А в том случае Если вы Продали долю В квартире Например Но не подали Декларацию Налоговая Будет брать Цену продажи Ну либо В Росреестре Либо 70% Кадастров Смотря что больше И умножать На размер доли Если вы Хотите Чтобы была Принята Та сумма Которая указана В договоре Будьте добры Подайте Пожалуйста Налоговую Декларацию Вот собственно Простая Система И если вы Не подали Декларацию Вас начали Проверять А потом Вы подали Декларацию Тогда Проверка Завершается Начинают Проверять Вашу Конкретную Декларацию То есть Как будто бы Вы ее Вовремя Подали Будет штраф Не будет Это зависит От ситуации Если налога Нет по итогам То штрафа Не будет Если налог Может быть Тогда штраф Есть Бывают ситуации Когда даже Нет налога Но штраф Все равно Прилетает Небольшой Следующая Ситуация Регламентирует Эта статья Первый случай Когда не подавалась Декларация Второй случай Дарение Недвижимости Так вот Налог Считается При дарении От чужого Человека Конечно же Когда дарение От близкого Родственника Это все Не работает Мы говорим От дарения Неблизкий Родственник Дядя Тетя Это неблизкий Родственник В налогом Кодексе В 217 Статье Есть четкий Перечень Родственник И членами Семьи Так вот При дарении Налог Считается От кадастровой Стоимость Которая была На 1 января Того года Когда Произошло Дарение Регистрация Собственности На ваше имя В том случае Если вам подарили Объект Которого На начало Года Не было А он появился В середине Года Условно И вам его Тут же подарили В этой ситуации При дарении Вы платите Налог С кадастровой Стоимости Которая была На момент Постановки На учет Этого Нового Объекта Ну то что я раньше Рассказывал Про новый порядок Применение правила 70% Кадастр А вот собственно Это же и происходит У нас сейчас Но естественно Если дарится Доля То Кадастровая стоимость Умножается На размер Доли И это будет Той суммой Базой налоговой С которой Нужно Исчислять Налог Если вам подарили И вы должны Платить налог Но вы в этом году Что-то купили Соответственно Мы помним Двухмиллионный Покупной вычет Работает Независимо От трудоустройства Я это всем Рассказываю Все говорят Неужели А если пенсионеры И так далее Так вот Если вы Что-то купили У вас есть Двухмиллионный вычет Вы раньше Не пользовались То любые ваши доходы Вы можете уменьшить На этот вычет Как зарплату Так и доходы От продажи Объекта Так и доходы Которые Вы получили В виде подаренного Объекта Вот по статье 214.10 Есть ли вопросы Друзья По тому Что я рассказал Пожалуйста Напишите в чате А я пока Сейчас посмотрю На те вопросы Которые у нас были Уже Один момент Пенсию для самозанятых Заморозят Нет С чего бы вдруг Самозанятым Заморозили пенсию У меня такой информации нет После получения В наследство Дачного участка Необлагаемая сумма 250 тысяч Нет Обращаю ваше внимание Хороший вопрос Ирина Необлагаемый миллион По жилью Комнатам Земельным участкам И садовым домам Причем Земельные участки Любые Хоть и ЖС Хоть и СНТ При продаже Земельных участков У которых нет Срока владения Вы можете Свой доход уменьшать Либо на Миллион рублей Либо на Расходную часть А 250 тысяч Это только По Иному имуществу Что такое Иное имущество Это транспорт Это Нежилой фонд В том числе Апартаменты Там 250 тысяч Каков срок владения Нежилого помещения Когда налог не платится Такой же самый Иван Срок Либо 3 года Либо 5 Но есть нюанс Если нежилое помещение Сдавалось в аренду То есть использовалось В этой ситуации У нас Льготный срок Если налоговая узнает И докажет Не применяется Как налоговая узнает Что сдают в аренду Сразу Все говорят Вот у нас договор Короткий Без регистрации В Росреестре Бога ради Налоговая открывает Интернет И видит Что ваш арендатор У себя на сайте Разместил информацию Что мы уже 2 года У классного человека Ивана Снимаем его Нежилое помещение Какой у нас Классный арендодатель Вот до и после До ремонта После И так далее Естественно Налоговая инспекция Не составит труда Доказать Что вы сдавали Этот объект Хоть и регистрации Не было Поэтому внимательнее Пожалуйста Я сейчас тоже буду Рассказывать Немножко про это Так Надо ли регистрироваться Как-то конкретную Карту Для исчисления налога Я не понял Ольга вопрос Какая конкретная Карта Может дату Тогда уточните Покупка с детьми В тринадцатом году Продажа в двадцатом Части детей Облагаются налогом Конечно же нет Если собственность Более трех лет До шестнадцатого года В принципе Собственность Была трехлетняя В этой ситуации В этой ситуации Конечно же Срок истек Налога не будет Если дарит Нерезидент Резиденту Неродственнику Квартиру полученную По наследству Какой налог будет У нерезидента Не будет А у неродственника Будет Как я вам сказал С кадастровой стоимости Если несколько объектов Продается после наследства В один налоговый период Дачу по расходам Например Квартиру Миллион Да По одному объекту Нельзя сочетать И миллионы И расходы В одном объекте Вы можете По одному объекту Использовать миллион По другому Расходную часть Но помните Что необлагаемый миллион Дается в течение года Один раз Не по каждому объекту Если у вас Несколько объектов В этом году Один продайте Объект Наследственный миллион Потом в следующем году Еще один Наследственный миллион А в одном году Если два Наследственных объекта Без расходов Продаете То миллион Всего лишь один раз Собственно У себя На курсе Я всех этому обучаю Очень подробно Сейчас не буду заострять Так Ребята Сейчас уже пошли Вопросы Непосредственно По конкретные Так Будет ли запись Вебинара Слушайте Ну ребят Постараемся Опоздавшая Оксана Наверное Квартира Приватизирована На двух собственников По одной Второй Более пяти лет назад После Один из собственников Умирает Второй Наследует его доли И регистрирует Единодичное право Продает квартиру Целиком Что получается Объектом Как квартира Владеет Год По факту Владеет Пять лет Одной Второй Значит Смотрите Ян При приобретении Объекта По долям Срок исчисляется С момента Первой доли Поэтому Ваша ситуация Налога не будет Когда всю квартиру Будет продавать Это точно Это Есть по этому поводу Много Разнообразной информации В том числе Налоговый Минфин С этим абсолютно Согласна Так Один момент Коллеги Я сейчас Остановлю чат Временно Не бойтесь Не пугайтесь Это для того Чтобы у меня Не скакала Информация Я сейчас Прочитаю И потом Включу Не переживайте Так По договору Мены Единственный Собственник Передает Долю Квартиры В собственности Один год Как Минипизировать Налог Но Наталья Нужно Видеть Когда Сразу Коллеги Хорош вопрос Мена Рассматривается Как две Купли Продажи С точки Зрения Налога Обложения Вот Просто Надо Это Помнить Если Вы Передаете Одну Долю Менее Год Нужно Понимать Вы Как То Получали Наследовали Или Вам Дарили Или Вы Покупали Если Вы Купили За 5 Миллионов Эту Долю Условно И Меняете На Квартиру Стоимостью 5 Миллионов То Получается Что У вас Доход 5 И Расход 5 В итоге 0 Простите Бога Ради Без Цифр Не Могу Сказать Но Вы Можете Мне Написать Потом Мы Мы С Вами Знакомы Поэтому Сделайте Так Если Нежилое Помещение У меня Собственности Татьяна Спрашивает Хороший Вопрос Я Его Не Сдавала В аренду Мое Агентство Там Работало Более 5 Лет Надо Ли Налог Платить При Продаже Татьяна К сожалению Надо Потому Что В законе Не Написано Сдача В аренду В законе Написано Если Объект Использовался Предпринимательской Деятельности Сами Понимаете В том Случа Если У вас Было Нежилое Помещение В нем Располагалось Ваше Агентство То К сожалению Агентство Это Предпринимательская Деятельность Можете Повоевать Поспорить Но Сразу Скажу Шансов Победить Мало Так Сейчас Минуточку Еще Вопросы Так Если Я Самозанят Сдаю Квартиру Мужа Муж Платит Налог Лариса Не понимаю В чем Вопрос Пожалуйста Уточняйте Если У вас Совместная Собственность Муж Дает Согласие На Сдачу В аренду Совместной Собственности И Вы Как Самозанятый Сдаете Платите С аренды 4% Или 6% От Юрика При Том Случа Если Это Согласие Мужа Есть Это Совместная Собственность Как Налоговый Можно Оказать Что Квартира Сдается Если Договор на 11 Месяцев Смотрит Авито Смотрит Циан Смотрит Сервисы По Размещению В аренду С вашим Телефоном Либо Стучат Соседи Либо Злобный Арендатор Которому Не Понравилось Что Вы Повысили Плату А Может Быть И Не Узнает Поймите 50 на 50 И Пен Аусен Должен Показывать Все Средства Поступившие Монорасчетные Счеты На Карту Как Физлицу Спасибо Иван Смотрите Вы Должны Показывать Средства От Предпринимательской Деятельности По Умолчанию То Что На Расчетном Счете Естественно И Пышном Если Вы На Карту Получили Деньги И Налоговая Докажет Что Это Услуги Работы Или Товар Предпринимательская Деятельность Она Их Обложит 6 Процентами Либо 15 Смотря Какая У вас Ставка Если Налоговая Не Докажет Вы Скажете Это Мой Друг Он Мне Вернул Долг Или Ваша Мама Вам Подарок Новому Году В этой Ситуации Это Не Связано С Предпринимательской Деятельностью То Не Нужно Смотреть Статус Ваш ИП Или Нужно Смотреть Фактическое Осуществление Деятельности И Фактически За Что Эти Деньги Приходили Сейчас Я Включаю Чат И Мы Двигаемся Дальше Так Коллеги Минуточку Сейчас Так Один Момент Ну Что Поехали Движемся К Следующему Блоку Надеюсь Все Вам Было Понятно Из Того Что Я Рассказал Если Что То Не Ясно Подписывайтесь На Канал Ютуб Подписывайтесь На Группу Я Полезные Вещи Публикую Вот Ну А Кто Хочет Стать Вообще Супер Профессионалом В конце Вебинара Я Расскажу Банки Сдают Или Не Сдают Автоматически Не Сдают Пока Но Ключевое Слово Пока Внимание На Экран Если Какие-то Вопросы Я не Ответил Прошу Меня Извините Я Постараюсь Это Сделать Вот Если Вдруг Кому То Вообще Не Отвечу Вы Не Пугайтесь Вот Я Потом Иногда Просматриваю Чат И Просто Стараюсь Людям Отвечать Дополнительно Тенденции В работе Налоговых Органов Внимание На Экран Кто У меня Раньше Был На Вебинарах Эту Картинку Знает Тот Кто Не Был Запоминайте Вот Собственно Все Желают Ваших Денежков Если Кратко Тенденции В работе Налоговых Органов Что Именно Катерина Пишет Хочу К вам На курс Пожалуйста Цены На Электрон Да Сделаем Ссылку На Ютуб Канал Тоже Сделаем Ребята Обязательно Так Я Сейчас Попрошу Помощников Сделать Ссылочку На Ютуб Вот Обязательно Сделаем Не Проживайте Тенденции В работе Налоговых Органов Я Сначала Перечислю А потом Поподробнее Разберу Каждую Естественно Тенденции Связаны С недвижимостью Все То Что Вас Не Касается Сегодня Не Рассказываю Присвоение Гражданам Статуса Фактического ИП И до Начисления НДС Гражданам Очень Весело Интересно Контроль За торгами Государственным Имуществом А также Проверка Реальности Хозяйственных Операций Вот Собственно Основные Тенденции Они У нас Уже Не Первый Год Идут Но К сожалению Началось С Москвы И Питера И раскатывается По всей стране Все больше И больше Не нужно бояться И говорить Ой Все пропало Закручивают кайки Надо знать Как работает Налогинспекция И надо знать Где и за что Вас могут Так сказать Поймать А зная Греца Предупрежден Значит вооружен Двигаемся дальше До начисления Гражданину НДФЛ И НДС За три года Это вот собственно То что я Говорил уже Покупка Нежилой недвижимости Была Продажа В ноль Но по итогам Проверки За три года Были до начисления Почему Это произошло Вопрос может возникнуть А почему Физику НДС Разве так бывает Да Друзья мои Так бывает Сейчас я расскажу Почему Так бывает Надеюсь Что все Конспектируют И записывают Или сделайте Скриншот Или просто Запомните Одиннадцатая статья Налоговый кодекс Она вот такая Длинная Называется Термины и понятия Вообще Налоговый кодекс Классная вещь У кого бессонница Перед сном Бумажный вариант Очень рекомендую Помогает Уснуть Буквально пять минут И книжка падает вам На голову Шучу конечно Хотя Реально помогает Если гражданин Запоминаем Фактически Осуществляет Предпринимательскую деятельность Без регистрации То он Не может Ссылаться На то Что он Не зарегистрирован Как и Перевожу на русский язык Человек говорит Да я сдавал в аренду Помещение Нежилое Как физик У меня Арендатор Юрлицо Удерживало Тринадцать процентов Платило налог Или я сам Подавал декларацию Платил тринадцать процентов Налог Какие проблемы Все хорошо Но Что скажет вам Налоговая инспекция Она скажет Товарищ Смотри в статью 2 Гражданского кодекса Что такое Предпринимательская деятельность Вот собственно Признаки Если вы самостоятельно На свой риск Для извлечения прибыли Систематически Продавали товары Или пользовались Своим имуществом Ну например Сдавали в аренду Или покупка Продажа объектов Это тоже продажа товаров То вы Обладаете Признаками Лица Который осуществляет Предпринимательскую деятельность И если вы Не зарегистрированы Смотрим назад Статью 11 То все равно Вы должны платить Налоги Как будто бы Вы Зарегистрированы Как индивидуальный Предприниматель А какие налоги У нас платит Индивидуальный предприниматель Не 6% Упрощенки А 13% НДФЛ И 20% НДС Сразу скажу По жилью По продаже По аренде жилья НДС Нету Только НДФЛ Поэтому если вы Сдавали в аренду Жилой фонд И платили 13% Никаких проблем А вот при сдаче В аренду Нежилого фонда Даже если вы 13% платили Вам может прилететь От налогоинспекции До начисления 20% НДС За 3 года Внимание на экран Вот к примеру В 20-м году Началась налоговая проверка Глубина проверки Такого термина нет В налоговом кодексе Это как бы Моя терминология Глубина проверки 3 года Предшествующих Году проверки То есть если в 20-м К вам пришли С инспекции То 19-й 18-й И 17-й Год Могут быть Охвачены проверкой Поэтому если После сегодняшнего Вебинара Я вас напугаю И вы скажете Все Завязываю Буду работать Честно Все платить По белому То к сожалению Еще 3 года Есть риск Что к вам Могут прийти Но Что делать Такие правила В налоговом кодексе Установлены 3 года назад Глубина проверки По итогам проверки Что же у вас Может быть У вас может быть До начисления 13% Если вы их не платили НДС 20% Ну если по нежилому фонду А также Пене поставки Центрального банка И штрафы 20% От суммы Неуплаченного налога В том случае Если будет доказано Что вы умышленно Это делали Ну например Вы профессиональный Бухгалтер И сдавали Занимались Профессиональной деятельностью Незарегистрированной Вы не сможете доказать Что вы не знали О том Что оказывается Налоги платить нужно Вы же бухгалтер В этой ситуации Штраф у вас будет Не 20% От налога А 40 И Обратите внимание В том случае Если у вас По итогам проверки Были до начисления То расходную часть По нежилому фонду Вам не дадут Например Вы купили квартиру И продали В ноль По квартире Все будет хорошо А по нежилому фонду Купили и продали В ноль Расходную часть У вас снимут И со всей суммы Продажи Посчитают вам 13% От того человека В примере 20 миллионов У его коллеги 30 вообще было Почему была Такая сумма большая Потому что Главное Заблуждение Риэлторов Я за 5 миллионов Купил За 5200 продал У меня доход 200 тысяч Нет У вас доход 5200 А расход 5 миллионов Но если нежилой фонд Использовался В предпринимательской деятельности То в этой ситуации Регистрации у вас не было То Вам не дадут Расходную часть 5 миллионов И со всего вашего Дохода в 5200 Посчитают налоги Вот такая история Вычет 1 миллион По жилью И 250 тысяч По нежилому фонду Не дается Даже по жилью Вычет не дается Только расходная часть По жилью Документально подтвержденная Может применяться Вот такая история Опять таки у вас вопрос А как же упрощенка Так вот Упрощенка автоматически Не дается Чтобы получить упрощенку Вам необходимо Зарегистрироваться Как предприниматель Вместе с документами На регистрацию Подать заявление На упрощенку Либо В течение месяца После регистрации ИП В налоговую инспекцию Подать отдельно Заявление на упрощенку Тогда у вас Упрощенка будет А если вы этого Не сделали Забыли Перепутали Письмо Не туда послали И так далее В этой ситуации Вы будете Зарегистрированным Предпринимателем И платить будете 20% НДС По операциям Снежилым фондом И еще 13% По любым объектам Вот такая ситуация Но если вы Зарегистрированы У вас будут Профессиональные вычеты Это отдельная история Я сейчас рассматривать И не буду Мы сейчас говорим Именно о тех Инвесторах Которые Покупают Продают Но забыли Зарегистрироваться В качестве предпринимателя Поэтому Незнание закона Не освобождает От ответственности А знание Частенько освобождает Если вы Знаете Как работать Как зарегистрироваться Какую систему Выбрать Упрощенку Если вы покупаете И продаете объекты Вам не надо 6% Вам надо 15% Доход Минус расход В разных регионах Конечно Отличается Где-то 5 Где-то 7 Где-то 10 Общая ставка 15% Доход Минус расход По упрощенке Если вы не продаете Покупаете объекты А их сдаете в аренду Вкладываетесь И сдаете Вам выгоднее 6% Упрощенку Эти вещи Все можно сесть И просчитать С калькулятором Просто-напросто У меня даже Есть специальная Для учеников Экселевская табличка Сравнительная 6 или 15 Заполняются данные Доходы Расходы И в итоге Смотрят Что им выгоднее Вот такая Ситуация Болезнь легче Предупредить Чем лечить Вот если бы Агенты Юристы Этого инвестора Знали основы То проблемы Конечно же Можно было бы Избежать И поэтому Возникает вопрос Напишите Пожалуйста В чате После хотя бы Еще не конец Вебинара После того Что я вам сейчас Рассказал Про новости Изменения И про тенденции В работе Нужно ли агенту Самому На ваш взгляд Разбираться В налогах Пожалуйста Напишите В чате Чтобы никто Не заснул Вот А я пока Посмотрю вопросы На ваш взгляд Надо ли агенту Разбираться Или посылать На три буквы ФНС На консультацию В инспекцию Бога ради Не делайте этого Потому что Девочки Которые В инспекции Вас проконсультируют С умным видом И уверенностью Потом могут уйти Оттуда Уволиться А суд Не смотрит На то Что вас кто-то Проконсультировал Суд смотрит На закон Поэтому Старайтесь Разобраться Сами На самом деле Это не очень сложно Если правильно Методически Верно подходить Напишите Пожалуйста Надо или нет А я пока Посмотрю Чат Так Минуточку Нужно Не нужно Не нужно О Ну Конечно Так Чат Движется Это хорошо Замечательно Друзья мои Я рад Что вы Понимаете Важность И ценность Знаний Налогообложения Вы не будете Налоговыми адвокатами Для этого Надо 20 лет Работать Но Азы Которые Вам нужны Изучить И выяснить Можно Плюс Можно Посчитать На портале Агента Налоги Данные Указал И все Это делается Я расскажу Тоже об этом Сегодня Друзья мои Спасибо за активность Большое Мне очень приятно Что мои труды Не напрасны Двигаемся Дальше Следующая Тенденция В работе Налоговых Органов Торги Государственным Имуществом Если Гражданин Приобретает Государственное Имущество На торгах То НДС Он не платит Сразу скажу Конечно же Речь идет о Нежилом фонде Потому что Продажа жилья Но в принципе НДС Не облагается Если обычный Гражданин Купил объект На торгах То Ему Выставили счет Он выиграл Миллион рублей Условно Или пять Он им заплатил Все Никаких проблем А если ИП Покупает имущество На торгах За те же Пять миллионов рублей То он делает Два платежа Двадцать процентов От стоимости Он платит В бюджет Как налоговый агент А остальные Восемьдесят процентов Платит Собственно Организатору торгов Обращаю ваше внимание Это Не банкротные Торги Это Именно Продажа Государственного Имущества На торгах Так вот Если обычный ИПшник Гражданин Покупает Все хорошо Если ИПшник Покупает То он должен платить Как налоговый агент Удерживается Для него Сумма Та же самая Остается Просто он ее Платит не целиком Сто процентов За объект А восемьдесят процентов Платит А двадцать Удерживает И перечитает бюджет Как зарплата Подоходный налоговый агент Так же здесь А теперь Внимание на экран Если гражданин Приобретает Госимущество На торгах Недвижимое Нежилое Регулярно То налоговая Может по итогам Проверки За три года Посчитать его Не просто Обычным гражданином А индивидуальным Предпринимателем То есть инспекция Его считает И заставляет Платить НДС При покупке Как налоговый агент Что это означает Вот если вы купили Один объект Все хорошо А если вы купили Десять объектов Нежилых Никто не поверит Что они вам нужны Для использования В личных Некоммерческих целях В этой ситуации Налоговая может Провести выездную проверку Называется она Выездная Это не значит Что к вам домой Приехали И сели у вас На кухне Сидеть документы Перебирать Нет Это просто Такое название Вот Камеральная проверка Это когда проверяется Декларация Уже поданная А выездная Это когда за три года Смотрят всю вашу деятельность Запросы пишут Росреестр запрашивают Банковские счета Все смотрят В том числе Карточные Так вот Если налоговая Проведет Такого гражданина Проверку Физика И посчитает Что по признакам Он подпадает Под предпринимательскую деятельность Потому что Слишком многое Часто Прокупал И продавал Объекты А покупал Их на торгах То скажет Ты когда покупал Должен был заплатить 20% НДС В бюджет А ты этого не сделал Поэтому заплати Пожалуйста Сейчас С такими случаями Мне приходилось Сталкиваться Но к сожалению Люди приходили Тогда Когда уже было поздно Когда уже пошла Проверка Когда уже Акт Был решение Возражение Апелляция В вышестоящей инспекции И даже в суде Первую инстанцию Прииграл Был такой клиент Потенциальный Но к сожалению Уже Что-либо сделать Было поздно Поэтому помним Торги Госимуществом Эта тенденция Тоже есть И она разрастается По стране Просто знайте Это И все Следующий момент Реальность Хозяйственных операций Реальность Как было раньше По документам Рисовали Все красиво Никому не придраться Все чики-чики Классно Что сейчас делает инспекция Она проверяет А как было в реальности Не на бумаге А по жизни Живой пример Гражданин Это реальное судебное дело Не мое Но оно есть Если необходимо Можно его показать Гражданин Построил два дома МКД Много квартирных дома Они были не 20-этажные А там Несколько этажей Малоэтажка Но тем не менее Он их построил Расходной части У него Было мало Это не Питер Не Москва Это небольшой регион Там стоимость Квартир была Миллион с копеечкой Он Не имел Расходной части Документальной Видать там Шабашники Строили Плюс все за наличку Ему было выгодно С каждой Проданной квартиры Получить Необлагаемый миллион А с разницей Небольшой Уже там Платить налог Но Миллион Как вы помните Один раз в год Дается Необлагаемый На все Квартиры А не по каждой Что он сделал Он Подарил В кавычках Квартиры Своим родственникам Благо Большая семья Много было Близких родственников Чтобы налог не платили Потом Получил Доверенность От этих родственников По доверенности Квартиры Продал Получил Деньги И применил Вычет Миллион Рублей По каждой Проданной Квартире Ну конечно же Не он сам Применил А каждый Родственник Который Получил В даре Потом Как бы Продал Были поданы Декларации От каждого Родственника У каждого Необлагаемый Миллион Все красиво И хорошо Налоговая Инспекция Провела Проверку Не спрашивайте Меня Как они вышли На эту ситуацию Я Не знаю Этого Честно Вот Могу предположить Когда у человека Было В собственности 10, 20, 30 Квартир В один год Он их вдруг Резко подарил Не продал А подарил А потом В течение Близкого времени Эти квартиры Вдруг были распроданы Ну сами понимаете На поверхности Все Уши торчат Нашего гражданина Из всех сделок Налоговая инспекция Провела проверку Допросила покупателей Говорят Вы видели Вот этих всех Собственников Они говорят Нет А у кого Покупали квартиры А вот у этого товарища И все на него На одного показали А деньги кому отдавали По доверенности Ему отдавали Допросили родственников Родственники Взяли Рассказали Ну да Нам он подарил Мы ему доверенность Выдали Дальше ничего не знаем Естественно Налоговая посчитала Что вот это дарение Было Мнимой сделкой Направленной На уклонение От уплаты налога И поэтому посчитала Налоговая инспекция Что все эти квартиры Были проданы Нашим одним гражданином Доход получил Наш один гражданин И соответственно Миллион рублей По каждой квартире Она ему убрала Вот такая ситуация По документам Вроде бы все красиво Но копнуть глубже Налицо Была ситуация Когда это была Мнимая сделка Недействительная Наш гражданин Оспорил Конечно же Налоговую проверку Но Выиграть он не смог Суды были на стороне Налоговой инспекции Сказали Что реальной экономической цели Дарение не преследовало И направлено было Исключительно на Оптимизацию налогообложения Так Следующий момент Напишите Так Ну писать пока не нужно Есть ли смысл Агенту вникать В налоговой тонкости Вот как вы считаете Конечно же Нужно И поэтому У меня к вам Небольшой Маленький тест Такой вот буквально Напишите пожалуйста В чате Как на ваш взгляд Определяется Момент получения Дохода При продаже Недвижимости Дата заключения Цифру укажите В чате Дата заключения Сделки Дата расписки О передаче денег Дата регистрации Собственности Или дата передачи Объекта по акту Покупателю Те кто у меня Был раньше на вебинарах И Если кто-то у меня Обучается на курсе Они конечно Знают ответ на этот вопрос Если у нас есть Кто-то новенький Кто первый раз Для них будет интересно Я посмотрю сейчас В чате Что у нас происходит Так Один момент Так Так Вижу Ответы Ответы Кто-то пишет Двойку Кто-то Тройку Кто-то Расписка Кто-то Регистрации Ответы Немножечко Отличаются Отличаются Ну что ж Коллеги Я понимаю Вот Правильный ответ Как говорится В викторине Что где когда На экране Дата расписки О передаче денег Очень важный вопрос Потому что Дата собственности Регистрации Влияет на правило 70% кадастров Потому что Берется Кадастровая стоимость Для 70% На 1 января Того года Когда был Переход Права Зарегистрирован Или на Дату постановки На учет В том году Когда был Переход Права А вот Доход С момента Фактического Получения денег Если вы Продали Объект Собственность Зарегистрирована На вашего покупателя Но денег Вы не получили То в этой ситуации У вас нет Дохода И обязанность Подавать Декларацию У вас Отсутствует И появится Она только Лишь тогда Когда вы Деньги реально Получите Внимание На экран На что Влияет Правильное Определение Момента Получения Дохода Ну Как я уже Сказал На обязанность Подавать Декларацию За определенный Год На возможность Сделать Зачет Налога Я всегда Беру В кавычки Потому что Это больная Моя тема При встречной Покупке Путем Применения Вычета На покупку Жилья И право Перенести Фактическую Плату Налога На один Декларацию На территории России Если вы Резидент В этом году И если Вы не использовали Раньше Покупной Вычет Ну не больше Чем на 2 Миллиона Зачет Возможен Только Лишь На 2 Я надеюсь Что Многие Слушатели Сейчас Это знают Но на всякий Случай Считаю Необходим Акцентировать Ваше внимание И еще Один момент На который Я думаю Вы ответите Легко и просто Все таки У нас сегодня Вебинар Практически Я вам еще Кстати Помните Главный слайд Обещал дать И банкротство У нас впереди С какой момент Начинает Виселяться Льготный срок Владения Недвижимостью При наследовании Опять таки Напишите цифру Дата смерти Наследодателя Дата подачи Заявления На принятие Наследства Дата выдачи Нотариусом Свидетельства Или дата Регистрации Собственности Я надеюсь Что здесь Более единодушно Будет мнение Тем не менее Жду Елена Пишет Все три ответа Нет Почему два А не три Потому что У меня зелененьким Выделена статья 223 налогового кодекса Там говорится о том Что моментом Фактического Получения Дохода Является Дата Передачи Денежных Средств Либо получение По безналу На свой счет Либо зачет Встречных Однородных Требований Ну здесь Конечно же Я вижу Что все Хорошо Единичка 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 Это приятно Вот одна Двойка Это тройка В основном Так Кто-то даже Четыре Пишет Правильный ответ Нет конечно же Дата смерти Наследодателя Обращаю ваше внимание Статья 11.14 ГК Гражданского кодекса И пункт четвертый Статья 11.22 Гражданского кодекса Имущество Считается Принадлежащим На праве собственности Наследнику С момента Открытия Наследства Независимо от регистрации А открытие Наследства Это не Открытие Наследственного Друзья мои Это смерть Ну с точки зрения Гражданского кодекса Открытие Наследства Это День Смерти Наследодателя Поэтому Единичка Михаил Если в конце декабря Регистрация Получения денег В ячейке В январе Как налоговую Знать Что не нужно Подавать сразу Декларацию Если в ячейке Получение денег В январе И расписка Датируется Январем И вам придет Письмо То вы пишете Что сделка Была в декабре Деньги Были получены В январе Двадцатого года И поэтому Обязанность По подаче Декларации У вас будет В двадцать первом году Пишите письмо И налоговая На год От вас отстанет Если сделка В декабре Часть денег При подписании А часть в январе Светлана Смотрите Если часть денег Была в декабре А часть денег Была в январе Все очень просто Если в декабре Девятнадцатого Часть была получена То в двадцатом году Вы подаете Декларацию И показываете Ту сумму Которая была получена В декабре Девятнадцатого года А если Вторая часть Была в январе Двадцатого То по этой сумме Которая в двадцатом году Вы только в двадцать первом Будете подавать Налоговую декларацию Все очень просто Так Дата смерти вижу. Движемся дальше, друзья мои. Нестандартные ситуации по исчислению сроков владения. Мы помним, 3-5 лет. Какие сроки? Наследование после смерти супруга. Запоминайте, если совместная собственность и не было брачного договора, в браке куплен объект, то у супруги срок считается не с момента смерти наследодателя, а с момента, когда собственность была оформлена на наследодателя еще раньше. Именно у супругов и именно по совместной собственности. ЖСК, я думаю, все знают, не с даты регистрации, а с даты справки о выплате пая и акте приема-передачи. Два документа. Приватизация до 1998 года. Если у вас приватизация была до 1998 года, местной администрации договор зарегистрирован, штампик стоит, но в Росреестре нет информации, в этой ситуации собственность, льготный срок считается с даты, когда прошла приватизация, когда был зарегистрирован договор в органах местного самоуправления. А если после 30-го, 31-го января 1998 года, когда вступил в силу закона госрегистрации, если приватизация была после этой даты, то срок считается с датой регистрации в Росреестре. В следующем случае, если у наследника уже была доля в квартире, и он получил еще по наследству, еще одну дольку, срок с момента первой доли. В том случае, если право собственности получено через суд, то с даты решения суда. Есть, конечно, сейчас спорный вопрос по этому поводу, потому что с 2020 года появились изменения, что приоритет идет за данными Росрегистра. Но, в общем-то, Минфин высказывался, что право собственности, полученное через суд, можно считать льготный срок с даты, когда решение суда вступило в законную силу. На самом деле, это редкие случаи. И приобретение квартиры по долям, сначала одну купили, а потом вторую купили, или вам подарили, или неважно как, опять-таки, приращение долей, срок идет с момента первой доли. Сейчас я более подробно останавливаться не буду, вот, просто запоминайте, это немного нестандартные случаи. Также существуют сложные случаи при сделках с недвижимостью. Это вывод объекта из собственности юрлица в пользу физика, когда учредителям выводятся объекты с минимумом налогов. Это передача объекта от одного юрлица другому без налога. Да, вообще, на абсолютно законных основаниях, от одной фирмы в другую фирму, можно передать объект без налога. С помощью процедур реорганизационных по юрлицам у меня на курсе есть для этого специальный большой модуль, вот, там есть несколько уроков. Там я рассказываю, как это делается. Абсолютно законная ситуация. Даже не называю словом схема, потому что схема это уже попахивает с душком. Реорганизация, передача объектов между юрлицами без налогов абсолютно законно. Есть еще скрытое владение недвижимостью, например, акционерное общество. Вы создаете акционерку, потом делаете регистрацию, передаете по договору акции кому-нибудь другому. В реестре акционеров есть новый человек, а в Егрюле, в открытых источниках, только первоначальный. И того новенького знает только лишь держатель реестра. Это закрытая информация. Вообще, много вариантов, которые вслух я сейчас озвучивать не хочу, но на самом деле есть очень много важных вариантов. Те, кто не связан с коммерцией, вот то, что на слайде, им это, в общем-то, не нужно. А те, кто связан, они понимают, что бывают такие варианты, что надо оптимизироваться. При этом очень тонкая грань между оптимизацией и уклонением от уплаты налогов. Я вам сейчас в чате напишу статью, которая называется «Уклонение от уплаты налогов физических лиц». Статья 198 Налогового кодекса. Если сумма налогов по итогам проверки превысит 900 тысяч рублей, то в этой ситуации может еще прийти к вам следователь. Поэтому знайте просто и это учитывайте в работе. Статья 198 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Уклонение от уплаты налогов физ. лиц». Внимание, изучайте. Сейчас, минуточку, я это напишу. Вот такая вот у нас есть классная статья. Запоминаем. И теперь я сейчас отвлекусь немножечко на чат. Так. Я учредитель агентства недвижимости имела в собственности, нежилое помещение сдавала его фирме в аренду. Продано налог 13 центов за аренду. Налог от всей стоимости. Вы знаете, да, к сожалению, если налоговая это отследит, а она это отследит, то да. Поэтому вам нужно, конечно, открыть ИП, сдавать его в аренду под 6%, а потом продать и заплатить 6%. Это лучше, чем 13 центов. Так, если меньше не придет, значит, смотрите, если меньше 900 тысяч налогов за 3 года, то не придет. Налоговая придет, а именно следователь с уголовным делом не придет. И оперативные сотрудники. Так, дальше по поводу фокуса. Сейчас супруги. Так, давайте вопросы я все-таки, да, буду отвечать в конце, не хочу двигаться. Коллеги, пожалуйста, напишите мне. Так. Так, хорошо ли меня видно? Так, фокус на видео вроде нормально. Напишите, пожалуйста, кто изучил ПДФ-алгоритм расчета налога при продаже недвижимости. Он был в рассылке для участников, кто регистрировался на вебинар. Пожалуйста, напишите, кто его изучил. Либо изучил не полностью, либо изучил, но не понял. Напишите, пожалуйста. Это очень укрупненный алгоритм. Сразу я сейчас по нему дам небольшие пояснения, потом мы будем двигаться дальше. к банкротству граждан. Это очень интересная тема. Никто не обижайтесь, пожалуйста, если не отвечаю на вопросы. Я все равно потом буду по чату бежать в конце и на вопросы отвечать. Так, кто-то читал, кто-то, может быть, и не прочитал. То есть, у кого-то плюс, у кого-то минус. Друзья мои, кто-то не успел. Давайте я вам поясню, в чем суть. Внимание, на экран. Налог у резидента. База минус вычеты первой группы, минус вычеты второй группы. Умножаем на ставку налога. 13%. Что такое вычеты первой группы? Это моя терминология, потому что у меня курс авторский, я разрабатывал программу, я даже регистрировал как интеллектуальную собственность, чтобы никто у меня не слезал и не сделал под свой счет. Вряд ли кто-то хочет, чтобы муштраф 5 миллионов от меня прилетел за это дело. Так вот, вычеты первой группы, это так называемые продажные вычеты. Что это такое? Это необлагаемый миллион по жилью, либо 250, если это не жилой фонд, либо расходная часть. Смотря что выгоднее применять. То есть база это доход, ну например, вы продали, купили объект за какую-то сумму и его потом продали. База это ваш доход, отнимаете вычет первой группы, либо необлагаемый миллион, либо расходную часть, получается некая сумма. От нее вы имеете право отнять вычеты второй группы, покупной 2 миллиона рублей или погашение процентов по ипотеке до 3 миллионов. И от этой суммы вы отнимаете покупной вычет. Если покупок не было, вычет второй группы равен нулю, поэтому доход минус расход и умножаем на ставку налога. Сами понимаете, во время короткого, относительно бесплатного вебинара, я не могу все это подробно рассказать. Вот. Но, в принципе... Алло. 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 Продолжение следует... 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 И в том случае, если сделка будет признана недействительной, покупатель возвращает объект продавцу в конкурсную массу, а денег обратно он не получает. Потому что денег-то у банкроты нет. Покупатель становится в очередь со всеми остальными кредиторами. Называется реестр требований кредиторов. И если ему повезет какой-то кусочек от проданного объекта, ему может быть достанется. А все почему? Потому что согласились пойти на занижение. Сразу обращаю ваше внимание, дарение перед банкротством. Если, например, оно запрещено категорически, вот запомните, нельзя. Часто как бывает, чувствует человек, что пахнет жареным и начинает дарить имущество на родственников со словами, что вот типа все, классное слово у всех, переписать. Переписать. Переписать можно сочинение или население нашей Родины во время переписи. То, что называют переписать, это либо купли-продажи, переписать недвижимость, либо дарение. Многие, к сожалению, по незнанию и неопытности делают дарение. Так вот, любое дарение, хоть близким родственникам, хоть чужим людям, неважно, оно оспаривается. Потому что это называется неравноценное встречное исполнение. Ну, конечно же, при занижении тоже неравноценное встречное исполнение. Объект должника дал за 10 миллионов, а получил 6 миллионов рублей, когда занизили до 6 продажи. Это неравноценное встречное исполнение. При дарении та же самая ситуация. Неравноценное встречное исполнение. При продаже родственникам, если даже продажа идёт и взаимозависимым лицам, нельзя занижать стоимость. Нельзя. И даже если вы продали по рынку родственникам или взаимозависимым лицам каким-то аффилированным, то нужно будет подтвердить источник происхождения денег. Для чего это нужно? Сейчас объясню. Дело в том, что... Вот у меня был даже случай. Моя клиентка купила объект у физического...